Добрый день. Если вообще говорить про первично-множественную опухоль, то подразумевается под первично-множественными опухолями это когда у одного и того же пациента несколько независимых друг от друга новообразований. Это противопоставление метастатическому процессу, когда мы говорим о вторично-множественной опухоли. Ну и по определению, если мы говорим про разновидность заболеваний, то опухоли могут диагностироваться синхронно и через какой-то интервал. Подобные новообразования называются метахронными. В целом, доля синхронных новообразований растёт так же, как и вообще встречаемость первично-множественных опухолей в целом. Это связано в первую очередь с тем, что сейчас всё больше и больше прецизионной диагностики, которая может выявлять достаточно маленькие опухолевые очаги. Ну и также, в общем-то, совершенно очевидно, что по мере того, как улучшаются результаты лечения онкологических пациентов, помимо того, как люди живут дольше, в целом-целом встречаемость первичного множества опухолей растёт, но это в большей степени касается опухолей метахронных. С чем может вообще быть связано того, что у человека возникло несколько опухолей, а не одна? Ну, самое очевидное, когда у человека наследственная предположенность. Краку в первую очередь речь идёт о так называемом наследственном опухолевом синдроме. Воздействие канцерогенов. Разумеется, что если так или иначе происходит экспозиция к неблагоприятным факторам, то рискного образования увеличивается. Отдельную группу составляют опухоли, которые возникли вследствие терапии предыдущей опухоли. Мы должны понимать, что те препараты, которые сегодня применяются, это в первую очередь химиотерапия и радиотерапия, они являются мутагенами, они индуцируют мутации в онкогенах и антионкогенах. Ну и сама по себе длительная продолжительность жизни, конечно же, способствует тому, что в целом риск заболеть не только одним, но и двумя анкологическими заболеваниями. Риск увеличивается. Самая известная причина первичном множественных опухолей – это наследственная опухолевая синдром. Вообще, в целом, организм устроен так, что возникновение опухолей, ну, по крайней мере, на уровне одной и той единственной клетки, является маловероятным событием, потому что в одном и том же клеточном клоне должно накопиться критическая масса нарушений в онкогенах и антионкогенах. Условно считается, что этих нарушений должно быть 5-6. К сожалению, есть люди, у которых одна из этих 5-6 мутаций уже унаследована, и тогда она присутствует в каждой клетке организма. Тогда, соответственно, количество оставшихся событий, которые необходимы для реализации опухолей, оно уменьшается на одну позицию, не 5-6, как говорим мы здесь условно, а 4-5. И отсюда, и сам по себе фатальный риск возникновения рака у таких людей, и относительно молодой возраст возникновения, соответственно, если первая опухоль возникла, и она излечена, то длительная, ожидаемая продолжительность жизни в сочетании с фатальной предрасположенностью к опухолями даёт практически фатальную предрасположенность и вторых опухолей, ну, достаточно, в общем-то, очевидные выводы. Наиболее частая разновидность последствий раков это БРК-ассоциированные раки, это опухоли, которые ассоциированы с мутацией БРК-1, БРК-2. Ну, наиболее известно, что они предрасполагают к раку молочной железы и яичника, но БРК-2, который у нас в стране, по крайней мере, у славян, достаточно редко встречается, он также предрасполагает к раку поджелудочной железы и раку предстательной железы. Ну, статистика здесь неумолима. Если у женщины уже возник один рак молочной железы, на фоне присутствия БРК-мутации, то вероятность развития контрлатерального рака за последующие 10 лет составляет примерно 50%, 5% в год. Ну, разумеется, что среди таких пациентов, если удается излечиться от первого заболевания, очень высокий процент первично множественных опухолей. Синдром Линча. В первую очередь клиницисты хорошо знают. Это пациенты, у которых несколько опухолей толстой кишки. Я возьму на себя смело сказать, что, как правило, это метнохронные опухоли, разделенные интервалами, редко бывают синхронными. Но еще сюда же входит сочетание с раком эндометрия, раком желудка и некоторыми другими опухолями. Полипоз толстой кишки. Ну, по определению множественное заболевание, там может быть несколько диадов. Множественная эндокринная неоплазия. Это, как правило, сочетание опухоли щитовидной железы с другими опухолями, в первую очередь с опухолями надпочечника. И синдром Лифроумене. Вот это как раз заболевание, которое объединяет огромное количество разнородных опухолей. Рак молочной железы, рак легкого, саркома, опухоли мозга и так далее. Ну, вообще-то, вот недавно опубликована нами очень поучительная история, здесь нагромождение врачебных ошибок, из которых вообще следует, как важно, чтобы различные специалисты действительно взаимодействовали между собой. Очень молодой женщины. Ей даже 40 лет нет. У нее, при том, что она не курящая, обнаруживается опухоль легкого, эту опухоль удаляют. Спустя несколько месяцев у нее же обнаруживается сначала одна опухоль молочной железы, и потом вторая опухоль молочной железы. У этой пациентки оказался очень квалифицированный врач. И она, видя, что тут странная ситуация, и рак легкого, и два рака молочной железы, в возрасте до 40 лет, она направила эту пациентку на генетический анализ. Более того, она знала, что у этой пациентки целый ряд есть заболеваний, которые, в общем-то, здесь предназледствуют расположенности. Это родословная, посмотрите, тут и нейробластома, есть и рак поджелудочной железы, и разные опухоли. Эта женщина сдает тест секвенирования нового поколения, и у нее находят вариант в гене, который ассоциирован с синдромом Линча, но этот вариант неясной патогенной значимости. Соответственно, через достаточно много раунда врачебных ошибок, так или иначе, этот случай, где еще одна опухоль легкого возникла спустя определенное время, ее представляют как пациентку с нетипичным течением синдрома Линча. И как раз так оказалось, что я когда был на презентации и говорили, что это же какой-то, посмотрите, какой необычный случай синдрома Линча, я моментально отреагировал, говорю, ну какой же это синдром Линча, судя по вообще и клинической картине, и результатам анализа опухоли, где обнаружили мутацию ТП-53, это вообще-то синдром Лифроумени, для которого как раз характерны именно такие опухоли. Посмотрите, сколько врачебных ошибок. Ну, во-первых, лаборатория, у нее вот этот ген ТП-53, он был включен в панели, она не обнаружила эту мутацию. Напротив, совсем невинную мутацию в гене, ассоциированном с синдромом Линча, это просто аминокислотная замена, она не влияет на что. И ее интерпретировали как патогенную, и более того, в локальной лаборатории иммунодистохимически пытались для того, чтобы анализировать, и нашли, что там отсутствует один из экспрессий одного из белков, что тоже интерпретировали как синдром Линча. В результате, когда в конечном счете этой пациентке был поставлен правильный диагноз, ну, отсюда достаточно много на самом-то деле выводов. Ну, во-первых, у нее не одна опухоли легкого А2, потому что у нее предрасположенность, и по молекулярной картине видно, что эти опухоли разные. Ну, и все-таки у нее есть семья, есть дети, которые так или иначе надо, к сожалению, убрать под наблюдение, потому что они оказались носительными мутациями. Наиболее такой частый объект для изучения биологии первично-множственных опухолей, ну, это все-таки билатеральный рак молочной железы, самая частая разновидность вот этой категории опухолей первично-множственной. И мы пытаемся вообще на самом-то деле изучать эти опухоли, потому что это вообще уникальная ситуация. У вас, у одной и того же человека, возникают две опухоли. Вот возникают вопросы, они вообще похожи между собой или нет? Это где-то напоминает близнецовое исследование в генетике, когда мы пытаемся разграничить роль внешних факторов или роль наследственности в формировании самого патогенеза заболевания. Что показывают наши исследования? Если опухоли возникают одновременно, то они, будучи разными, то есть они возникают из разных клеток, они могут быть похожи между собой именно по своему молекулярным портретам. Но это мы и ожидаем, честно говоря, потому что, согласитесь, когда более или менее синхронные образования, наверное, у них причины похожи и патогенез похожи, даже если мы какие-то нюансы и не очень понимаем на сегодняшний день. Более того, на самом-то деле практика показывает, что зачастую собирать анамнез у пациентов, это требует проспективных усилий, не так легко собрать большое количество пациентов за какой-то ограниченный период времени. А вот когда мы говорим про анализ пациентов с первичным ношным опухолем, ну, в первую очередь, билатеральный рак молочной железы, здесь можно ретроспективно, просто по медицинским записям, набрать какую-то критическую массу случаев для поиска наследственных причин заболевания. Это важный объект. Ещё один важный нюанс. Помните, я показывал ситуацию с наследственностью? Эта наследственность играет роль, когда мы говорим про так называемый доминантный механизм наследования в заболевании, когда неважно от кого, от отца или от матери, унаследована единичная копия гена, и если там есть мутация, она вызывает предположенность к раку. Подавляющее большинство наследственных опухолемых синдромов, на которые на сегодняшний момент известно, это доминантное наследование. Но есть ещё рецессивные раки. Рецессивные раки – это та ситуация, когда отец и мать абсолютно здоровы, потому что они просто являются носителями копии, но этой одной копии недостаточно для того, чтобы вызвать заболевание, потому что вторая, другая копия гена, она компенсирует вот этот недостаток. В такой семейной паре, по статистике, у одного из четырёх детей могут вот эти мутированные копии встретиться, и тогда они могут привести к повышенной наследственной предположенности рака. В качестве примера можно привести мутацию в гене МЮТАИЧ. Ген МЮТАИЧ, он ассоциирован с полипозом толстой кишки, но также он вызывает ещё и карциномы толстой кишки. То есть, в общем-то, несколько примеров рецессивного наследования рака известно. Ещё одна категория опухолей, которая бывает, это гетерогенные раки. Ну, в частности, это известно, что, допустим, те пациенты, которые в подростковом возрасте лечили опухоли и получали облучение, у них на месте облучения могут возникать индуцированные саркомы или другие индуцированные опухоли. Из клинических наблюдений подобная вещь известна. Но посмотрите, вот это у нас необычная работа. Мы изучали всё тот же билатеральный рак молочной железы. И что интересно, если мы берём обычные раки молочной железы, нет феномена, который называется микросателитная нестабильность. Если мы берём синхронные раки, нет такого явления. Первые опухоли в парах, нет такого явления. А вот если мы берём метафронные опухоли, то есть сначала была опухоль молочной железы, её попытались полечить, и через несколько лет возникла вторая опухоль. Вот там примерно в каждом десятком случае наблюдается микросателитная нестабильность. Микросателитная нестабильность – это признак ядрогенной индуцированной опухоли. Это может быть связано с воздействием, ну, например, локилирующих агентов. Ну, в общем-то, это наблюдение, которое может иметь определённую клиническую значимость, согласитесь. Опухоли, индуцированные мутагенами. Ну, на самом-то деле, самое очевидное, что бывает, это опухоли, которые связаны с курением. Здесь есть определённый интересный исторический нюанс. Известный хирург Биллерд, он вообще отрицал роль курения в развитии рака, и как раз его логика основывалась на том, что если курение вызывает рак лёгкого, то должны быть первично множественные опухоли. Ну, так получилось, что сам он скончался как раз от билотерального рака лёгкого. У него две опухоли возникли одновременно. Но на самом-то деле, если раньше вот эти множественные опухоли были редкостью, сейчас, когда лучше диагностика, когда лечение лучше, всё больше и больше мы выйдем. Допустим, ну, например, когда несколько опухолей лёгкого возникают у одного и того же пациента, либо одновременно, либо по следовательности. Множественные меланомы не являются редкостью. Это связано с тем, когда кожа, четвиток ультрафиолету, или когда избыточная экспозиция ультрафиолета. Рак мочевого пузыря также считается экзогенным заболеванием. Первично-множественные опухоли являются очень важным объектом для диагностики. В первую очередь, когда мы видим первично-множественную опухоль, нам надо провести дифференциальную диагностику между истинно первично-множественной опухоли, когда опухоли две, и метастатическим поражением, метастатическим распространением процесса. Ну, посмотрите, пациента с лифроуменей, которую я показывал, у нее изначально была опухоль в легком, и потом, когда в том же легком обнаружили вторую опухоль, ее расценивали как метастаз, и только молекулярный анализ показал, что эти опухоли разные. Ну, на самом-то деле здесь молекулярное профилирование является сверхмощным исчерпывающим методом для того, чтобы сделать дифференциальный диагноз между двумя опухолями и метастазом первичной опухоли, но проблема, что все-таки пока-пока еще молекулярная диагностика является относительно дорогим методом, и для этого полноценного анализа, ну, нужно, в общем-то, несколько дней или недель, чтобы провести диагностику. Все зависит от того, насколько легко удается первые шаги по каким-то наиболее легко выявляемым мутациям сделать дифференциальный диагноз. Ну, и что надо помнить, что когда мы говорим о первичной множественной опухоли, то надо примерно понимать, какие опухоли сочетаются, потому что в зависимости от этого сочетания надо проявлять насторожность в отношении наследственных опухолевых синдромов. Ну, если привести пример, если я вижу у пожилого курильщика опухоль ротовой полости и опухоль легкого, я бы не стал делать никакой генетический тест, потому что и возраст здесь высокий, и индуцированная природа раков достаточно очевидна. А вот если пациент молодой, ну, например, молодая пациентка, у которой рак молочной железы и рак яичника, ну, конечно, здесь в первую очередь насторожность в отношении БРК-синдрома. Ну, это заключительный слайд, который обобщает всё, что было сказано раньше. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok